Доброго времени суток, котаны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru Новое имя на рынке игровой валюты, наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга, и это четвертый выпуск шпаргалок по игре Black Desert. В этом выпуске я бы хотел вам рассказать о трех жизненно важных характеристиках. А именно, это тонус, сила и здоровье. И, соответственно, как на самом старте и в начале игры, правильно их раскачивать и не быть в минусе по всем этим статам. Ну что, поехали! Первая и самая простая в освоении характеристика это тонус. Чтобы прокачать тонус, вам нужно делать две вещи. Это ходить или бегать. Не более того. С зажатым шрифтом, соответственно, характеристика качается немножечко побыстрее. И такой важный момент. Если вы захотите прокачать эту характеристику, очень недостаточно того будет, что вы положите отверточку на Shift или, допустим, на клавишу W, и у вас персонаж будет бегать, допустим, прямо куда-то в стену, вам нужно проложить конкретный путь с точки А до точки Б. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться следующим. Выбрать точечки, по которым вы предполагаете ходить. Зажать нужно Alt и правую кнопку мыши. Создали мы путь. И видите, у нас загорается зеленым. Все. Мы соединили. И отправляем нажимать... Нажимаем клавишу T и отправляем нашего персонажа бежать по кругу. Соответственно, с этим моментом прокачивается наша характеристика тонуса. Давайте подойдем и посмотрим, как прокачать вторую характеристику. Вторая по важности характеристика — это сила. Для чего она нужна? Сила нужна в этой игре, чтобы переносить лут, вещи, серебро. Соответственно, чем больше у вас выкачана характеристика сила, тем больше ваш вес и тем больше вы сможете гриндить и лутать. Соответственно, больше с собой носите банок на ПВП и чувствуете себя более комфортно. Так вот, есть довольно-таки простой способ, как ее прокачать. Для этого вам нужно подойти к торговцу любому в городе и купить у него один товар. Этого будет вполне достаточно. В данном случае у нас тут воздушные змеи. Мы берем его один в корзину, применяем, купить все. Все. В нашем инвентаре сейчас находится пак с удушным змеем. За нашим горбом вы уже видите такой вот рюкзачок, который, соответственно, снижает вашу скорость. Но тем самым, если вы проложите маршрут, как я говорил в самом начале, чтобы прокачать тонус, вы также прокачаете характеристику силы. Соответственно, маршрут у нас уже проложен. Он должен быть зелененьким, чтобы вы ходили по кругу. Нажимаете буковку Т и, соответственно, отправляетесь в путь дорогу. И потихонечку, помаленечку, как видите, у меня уже сила не прокачена. Вы эту характеристику увеличиваете. Все довольно-таки просто и полезно. В любое время, когда вам будет удобно, возьмите пак, походите, отправились кушать, отправились спать, поставили персонажа, ходит, набирает сию характеристику. Давайте подойдем теперь к третьей, довольно-таки важной и полезной характеристике. Третье, и по моему мнению, одна из самых полезных характеристик, это здоровье. В этой игре здоровье прокачивается очень интересным способом. Когда я узнал, я действительно приятно удивился. И это добавило Black Desert ту долю реализма, что не хватает многим MMORPG в наше время. Когда вы употребляете пищу, которая повышает ваши характеристики, вы прокачиваете стат здоровья. И максимально можно выжать из этого стата 300 плюс хп. Соответственно, чтобы прокачать эту характеристику, вам нужно использовать еду. Абсолютно любую. Для демонстрации и, в принципе, для экономии, я принял решение, что буду прокачивать довольно-таки полезно на первом этапе и дешевым супом из лаков. Давайте покажу, как он готовится. Там, собственно, ничего сложного. Из второго видео, когда я показывал, как крафтить пиво, мои плиты стоят до сих пор и без дела. Давайте же их применим. Чтобы приготовить один суп, нам потребуется около на один суп шести пшеницы, одна соль, винный уксус, три штучки, и три штучки воды. Винный уксус, соль и воду вы можете купить в таверне у управляющего в любом городе. Ну что ж, давайте приготовим и посмотрим, что же наш гигант сварганит сегодня на ужин. Па-бам! Суп из лаков готов. Мы сделали два супа из лаков, нам, как я понял, прокнуло. И, соответственно, теперь у нас есть возможность его применить. Все. Характеристика здоровья буквально сейчас повысилась на ваших глазах. Не на много, но, соответственно, так. И такой момент. КД супа 30 минут. Есть некоторые блюда, гораздо дороже, у которых КД также 30 минут, в принципе, как у всей еды, но увеличенное время до 60 и там и более. Соответственно, чтобы не сильно тратить деньги на более полезную еду, найдите тот рецепт, который вам будет больше и выгодней, соответственно, там, прирост к атаке или что-то такое, и применяйте его. Я выбрал супчик, потому что тот злак, который я добываю на начальном этапе, он у меня есть, а, соответственно, все остальные ингредиенты я могу достать. Не забывайте, что в России теперь очки работы стоят дорогого, и вы должны быть очень аккуратны и в их распределении. Да, тяжело, но это же и гораздо интереснее становится. Вот, собственно, и все. Такая вот небольшая и полезная, надеюсь, для вас, прогалочка. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте вот такой большой палец. Если хотите меня поддержать, подписывайтесь на канал Ютуба, рассказывайте об этом видео своим друзьям, которые начинают постигать мир черной пустыни. И обязательно, очень рекомендую приходить на мои стримы. Там вас ждет ламповая, теплая, хорошая атмосфера, приятное общение в чатике и много интересной и полезной информации. А сегодня, рано утром, мы начинаем стримить открытие фри-то-плей сервера. Увидимся на Твиче и Гудгейме. Всего доброго, друзья, и до новых встреч в мире черной пустыни. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...